здравствуйте друзья вот так я замульчировала клумбу с осенними посадками здесь молодые розочки вышли сожжены в прошлом году осенью сейчас конец апреля я сняла с них укрытие и мусор был больше чем сами розы в укрытии было очень тепло поэтому по-быстрому решила все это накрыть вот таким материалом сейчас я вам про него немножко расскажу материал продается вот в таком рулоне вот такая плотная ткань прострочена с обеих сторон чтобы шов не расходился и поэтому краю и и неровно отрезали смотрите если резать ножницами есть такой минус что вот эти вот все штучки они махровые и он по ползти начинает я придумала другой выход из этого положения вот такие прорези для роз и я делаю обычным паяльником взяла самый старенький паяльник обычный много пожалела очень быстро и смотрите ничего не ползет край он как запаян получается очень очень быстро единственное нужно чтобы была какая-то переноска удлинитель куда можно этот паяльник подключить выбирайте не очень уветренную теплую погоду и вот так вот все потом вот эти краешки крест на крест я над каждой розочкой режу и вот так вот потом краешки эти подгибаю вовнутрь никаких приствольных кругов около роз я не оставляю и так как у меня будет здесь проводиться капельный полив то лунку под кустами я тоже никакой не делаю чтобы меньше разводить сырников с лунками не очень это удобно потому что везде чисто без мусора а в зоне там где растет роза в зоне корней там где мы оставляем луночку там очень много сорняка вырастает который я вам говорила под розы поэтому мне не очень понравилось поэтому я решила вот так вот просто оставлять дырочку если со временем куст будет разрастаться я просто ее увеличу и все розы посажены в четыре ряда сразу скажу не очень это удобно конечно лучше в два сажать но они у меня посажены в шахматном порядке сорта тут не крупные поэтому удобно за ними ухаживать я могу подойти с той стороны и с этой намечаем где нам нужно делать разрез расправляем материал натягиваем его и и и и и Кстати, очень легко вставляются дуги сюда. Тоже ничего не расползается. Просто немножко делайте отверстие дугой самой же этой. Вот так вот и все. Здесь ничего не прокалывается и ничего у вас не поползет. Еще очень удобно, что материал вот с такими полосками. Есть еще квадратами черный материал, но я его не стала покупать. Я купила этот, потому что мне показался он поплотнее. Он, конечно, немножко был подороже, но вот здесь полосочками тоже очень удобно отрезать по ним, если вам нужно как-то разграничить. Для крепления материала у меня вот такие шпильки. Конечно, в магазине продаются специальные шпильки, но я не стала покупать. Это тонкие электроды. Просто немного решила пустить в дело. Вот здесь у меня лежит кора. Под ней плотный обычный черный материал утрасил плотностью, не знаю, 90. просто. И смотрите, вот сейчас, конец апреля, уже растет трава. Причем она его пробивает. Это не те семена, которые насыпались, сверху прорастают. А он уже настолько истончился, что трава просто пробивает его насквозь, начинает расти. И летом у меня здесь, конечно, очень все некрасиво, поэтому потерял он уже свою функцию. Буду его заменять. Вот, друзья, начало мая. Вот так выглядит старая отсыпка. Здесь вовсю лезут одуванчики. Их очень сложно удалить, потому что они проросли через материал старый. Вот так. Уже мох. Такие другие травы. Такой вот мох. Это солнечный участок. Тем не менее растет мох и все остальное. Вот такая травка. Тоже прорастает. Сейчас отсыпку отодвину, покажу вам через материал. Где тоже не удалишь, потому что она размножается корневищами. Все это буду убирать. Убирать вот этот вот тонкий, стелить агроткань плотную сверху. Даже вот этот материал, не знаю, наверное, оставлю, посмотрю. На него прям можно постелить. Мох. Камешки я периодически где-то раз в два-три года убираю с этих клумб. Керхером промываю и засыпаю обратно. Это титанический труд, я вам скажу, но тогда хоть как-то сдерживается рост вот этого сорняка и мох не так нарастает. Хотя у меня здесь солнечная клумба, но все равно смотрите, как грязно. У меня зацвел миндаль. Был куст, я из него формирую деревце. Смотрите, какая красота. Вот здесь, друзья, тоже самое. На тонком материале была мульча из камешков. Этому материалу три года. Здесь плотность 60. Он уже истончился, уже рвется в некоторых местах. Через него растут сорняки. Вот он сорняк. В принципе, он несложно удаляется, потому что корни в глубину не уходят. Я здесь убрала камешки. Вот так вот прорастает газон. Здесь был газон, я его перекапывала и сверху стелила. Естественно, корешки я все убирала, но видимо не очень хорошо. И вот смотрите, он уже... Его с корнем не вытащишь, потому что он растет изнутри и корень там находится в земле. Он просто пробивает вот этот тонкий материал и его с корнем бесполезно удалять. Это только выкапывать нужно. Вот так. Все то же самое. И дальше у меня идут камешки. Буду сейчас все это убирать. Такую я работу проделала уже. Вот этот камень. Смотрите, его нужно перебирать весь, мыть, просеивать, потому что уже весь мусорный стуй. У меня летит мусор. И вот здесь вот полоска была. Убрала. Убрала. Материал, наверное, этот оставлю. Прямо на него застелю. Новый. Ну вот это промежуточный мой вариант. Решила не промывать камешки. Очень тяжело и долго. Пересыпаю их. Выбираю. Песок, грязь. Вот так вот расстелила материал. Здесь вот я подверну поаккуратнее. Вот так. И засыплю. Тюльпанчики. Красота. Вот так. Вдохнёст. Чтобы сантиметров пять они находили друг на друга. Вот такой промежуточный результат. Я живусь, когда корой. Сверху, конечно, накрыть хотелось бы всё это корой. Более эстетично. И материал никуда не улетит. Сегодня у нас очень сильный ветер. Смотрите, конечно, когда кустики маленькие, очень удобно прорези делать, они тоже маленькие, аккуратные. Когда как там большие кусты, там уже сложнее. Тоже всё можно сделать, но прорези уже будут гораздо больше. Поэтому по возможности, конечно, лучше, я так думаю, этот материал класть сразу, как только вы начинаете заделывать какую-то клумбу. Ещё одна моя клумба. Немножко я тут не доделала. Как-то так выглядит. Уже более аккуратно, чем было. Потому что сорняк тут прёт с катастрофической скоростью. Не успеваю всё прополоть. Я представляю, что здесь будет летом. А это туи. Я уже их показывала. Сейчас покажу, как получилось. Вот отсыпка. Вот так немножко подвернула край, чтобы более аккуратно было всё. Отсыпка держит материал. Пока мне всё нравится. Что будет дальше, посмотрим. Протестирую материал. Всё вам покажу и расскажу. Читала, что материал этот светостабилизирован. И не обязательно его сверху закрывать каким-то мульчирующим дополнительным материалом. Там отсыпкой или какой-то крошкой каменной. Можно оставить так. Вот эту клумбочку я, наверное, оставлю. Посмотрю, как он будет в использовании. Сразу скажу про муравьёв, которые будут там селиться. Меня спрашивали, как я борюсь с муравьями. У меня есть такое средство, как фаздубль. Это порошок. Он продаётся в маленьких пакетиках. Даже если муравьи у меня селятся под таким укрывным материалом, я очень легко с ними справляюсь, если они мне докучают. Просто посыпаю в этом месте этим средством от муравьёв и они уходят. Уходят и на то же место они больше не возвращаются. То есть мне нравится фаздубль. Как-то его я привыкла использовать. Может быть, конечно, есть какие-то другие хорошие средства, но я привыкла к нему. Я знаю, что будет эффект. Поэтому муравьи для меня не страшно.